Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолан. Юрий Хованский, а.к.а. пёс Столованский. Столованский. Сегодня в нашем обзоре столовка Патруль Санкт-Петербург. Самая знаменитая. Одна из самых знаменитых. После столовой номер один, столовая номер два. Нет, столовая номер пять. Я думал, ты как бы номер три. Нет, номер четыре. Нет, а вот теперь номер пять. В общем, я считаю, что, как обычно, не стоит оттягивать яйца. Пора. Но перед тем, как мы отправимся, нужно, чтобы вы поставили аванс. Авансом. Лайк, подписка и комментарий. Как же без этого? Комментарий, в первую очередь, где нам найти новые интересные столовые. А на этом всё. Мы погнали. Ну что ты будешь, а? Угощайся. Витаминный, конечно. Вот, витаминный. Давай я тоже его возьму. А попробуй какой-то. Вот тут, по-моему, один витаминный. Вон там ещё витаминный. Можешь взять. Друзья, это витаминный. Вот это не витаминный? Нет, вон витаминный. Он из квашеной, что ли, капусты? А может это и не витаминный? Нет, по-моему, это витаминный. Короче, как я всегда говорю, будете есть витаминный, писька будет, как у меня, до колена. Здоровенная, да? Не будете есть витаминный? Вам хана. Писька будет, значит, Ивлеева даже вам. О, я возьму, наверное, холодный. Ну, ты в прошлый раз хотел, запросил точнее. Да, всё-таки сейчас я возьму, да. Лето, это тоже показатель. Нет, я всё-таки горячий суп возьму. Я даже летом сплю под ватным одеялом. Думаю, что ты ватник. Ты ватник. Вот приходишь поддержать канал, чувак, вы снимаешь с ним всё, а тебя ватником задывают. Смотри, горчица, майонез, бискландо. Что ты взял? Сырный суп с грудинкой. Не пробовал ещё в столовых. Нормально. Посмотри, какие булки за 300 рублей с кокосом, с коксом. Ну, я сладкая не очень... Хотя с кокосом, наверное, давай попробую. Одну давай на двоих. Да, она не огромная. Слушай, вот ты вот так там. Зеленью можно посыпить? А? Зеленью. Да, конечно. Чем больше, тем лучше. Покорошки. Подливечка подливка? Да, подливка тоже. А это долма, да, у вас? А сколько стоит она как? 160, только 6. 6 штук? 160. Не, не. А если 3? Так нельзя? Можно. 3 картошечки. 3, давайте 3. А я тогда картошечки возьму. Я забил вот этот вот бель. Это из чего? Это зимой набил. Может, люля взять. Люля-кебаб. Я не очень люблю люля. Ну, давайте сменину, короче, бюлштекс. И картошечки вот там порция. И подливки есть. Подливку на картошку тебе? Конечно. А что нет? Солене, мейм, мякло, бесплатно. Сметану бесплатно? Сметану бесплатно. Сколько? 710 рублей. Ага, карте, пожалуйста. А сметана бесплатно? Да. Одну можно ложку, да? Конечно. А можно еще одну? Ага, спасибо. Пожалуйста, чеки. Спасибо. Мы наконец-то... Добрались. ...поселись. Вбить подушечки. Не, я вообще не могу тогда есть. Понятно. А я, значит, могу. Признайся, ты просто хочешь выглядеть выше меня в карли. Чуть-чуть, да. Просто уже подписчики говорят, что я карлик. Меня это вот задевается. Поверьте, друзья мои, быть бульвером с огромным членом, это только тоже непросто, как бы. Это такая жизнь, как бы... Представляете, как тяжело такому здоровяку, как я, разводить маленьких худых телок на... Секс, это же безумие просто. Уже ужас. Не завидуйте, не завидуйте великанам. 720 рублей. А я бы, знаешь, больше бы взял, да и нечего бы убрать так. Да. Типа, это, да? Выбор очень маленький. Ну, зато я попробую крем-суп сырный. С курицей. У нас сегодня необычный суп. Такого еще не видел в столовках никогда. Это если его делают, я, кстати, тебе на бомж обеда он готовил этот суп вроде. Ты в столовке теперь работаешь или что? Из сырка помощь мне не белая? Ну, это не из сырка, а из нормального сыра. Ну-ка, а это что такое? По-моему, мне, братан, рыбный. Яйцо. Дали вместо куриного сырного. Это яйцо, да. Ну-ка. По-моему, это уха. У меня такое ощущение. Ты можешь попробовать? Это уха или не уха? Это ухо. Это рыбный сыр. Ну, ничего страшного. После того, как мне вместо бифштекса дали... На бронхопочка рыбный. Да. Ну, ничего, нет, я не пережил. Люди говорят, Юра, а почему ты не идешь, не парагозишь, не стреляешь в людей с травматического оружия? Потому что я вообще-то прихожу в заведение сферы обслуживания, чтобы мне тут, грубо говоря, отсасывали за то, какой я хороший. Типа, ублажали меня. Если бы я не ублажаю, я просто... У всех в видеороликах, тем самым снижаю им доход. Я не буду скандалить. Мне это нахрен не надо. Если вы привыкли там из-за волосы в супе скандалить, это ваш делал. Я просто рассказываю вам, где есть там волосы в супе. И вы сами скандалите уже, не ходите, ходите. Я этой херней не занимаюсь. Я... Ну, дали не тот суп, и дали. Ну, подумайте. Мне кажется, это яйцо очень давно дожит здесь. В этом борще? Ну, это... Тысячелетний этот... Да, это хал... А, его, походу, варили там вместе с ним. Да? Я понятен. Ты меня спрашиваешь? А тебе надо у друже проконсультироваться. Это холодный суп называется. Свекольный холодный. Ну... Да, такой холодный суп. Это не просто сваренный суп, который остыл. Видно. Либо его варят по-другому. Варят сначала свеклу, потом ее на терке. Заливают водой, уксусом, зеленью и все. Да, ищи какая-то. Нет, этот... Охлаждаем. Попробуй салатик. Салатик балдежный. Что-то на суп не зашел. Не зашел. И мне не зашел. Я вот сам делаю. Учитывая, что я хотел сырный суп куриный, а это рыбный суп. Так, это может курица. Не понял. Сколько? Ведь как срочно различить в словах курица и рыба. Они такие похожи. Я с курицей хотел, нет. Это витаминный, да? Слушай, ну что-то не хватает. С пола поднимать нельзя, Юра. Нельзя. Это на камеру нельзя. Законтачивать. На камеру, да? Нет, братан. Ты так поднимаешь, да? Законтачивание. Оно что на камеру, что не на камеру. Потом уже не... На всю камеру оно потом... На всю камеру оно, да. Оно на всю камеру будет законтачивание. Поэтому, неважно, камера есть или нет, я за новой вилкой скажу. Мало ли что. Мы все-таки люди интеллигентные. Так, ну что? Слушай, салат нормальный. Какая вот эта витаминка. Карточка совершенно холодная. Попробуй. Вон, микроволновка. Покажи. Ты сам должен греть? Что-то бред, да? Они же поддоны подогревающиеся. Да, типа... Ну, оно холодное. Ну-ка. Суп-то горячий. Макароны еле теплые. Еле теплые. Но нормальные. Ну, картошка холодная. Сейчас долму попробую. Холодная, теплая? Теплая. Не горячая, но теплая. Ну, тогда дело с бюджетом. Да, конечно, долму здесь не великий, ребят. Просто соленая. Хлам переселили ее. И риса много. Грузины не поймут такую долму. Жестко, сухо, не балдеж. Да? Вообще не балдеж. Короче, только витаминный салат балдеж. Ну, морс нормальный. Компот нормальный. Морс, понятно. Нет, компот. Макарошки неплохие. Долма вообще ужасна. Это тоже что-то раз... А почему там неплохие, если они чуть теплые, ты скажешь? Кто ест чуть теплые макарошки и говорит, что они неплохие саночки? Ну, по вкусу, да. Мы же вкус оценим, а не теплость продукта. Ну, вот нужно ввести графу теплости. Температура. Ну, да. Это как этот, облом. К нему приезжают, он этот... Мы будем сами ходить. Прилет везде, да. Интересно, а какая температура у меня внутри моего пениса? 36,6. Нет, больше. Такая же, как в жопе 37. Теперь он... Короче, друзья. Мне осталась только сладкая булка. Давай пополам ее. С кокосом, сказали. 30 рублей, но она огромная. Вот так чувствуется. Как ужина еще на бон. Только такой, знаешь, сколовский. Такого в школе такое делали. Сколько он, 40 рублей стоил, нормально. 30. 30? Это, пожалуй, самое выгодное, знаешь. Да. Компот взять и вот такую булку и наешься. Ну, в общем, давно я доедать не буду. Салат витаминный доем. Этот что-то мне не зашел в холодный сут. 2,5 я отставлю. Да, вкусно. Это не балдеж. Ты меня погнал. Я, наверное, тоже 2,5 поставлю. Ну, вообще, короче, ничего не зацепило. Интерьер троечка. А что ты сразу в интерьер? Ну, вроде кальдей есть. Ну, подвальное, подвальное помещение. А слушай, а нужно ли мне в интерьер записать то, что здесь в интерьере нету разогревающих нормальных поверхностей для всего этого? Считается это интерьером или это ко вкусу? Ну, это, наверное, ко вкусу даже. Ну, не знаю. Я за интерьер четверку поставлю все-таки. Здесь достаточно туалет чистый, опять-таки. Он по сытности. 710 рублей вроде мало, но просто потому, что мы мало что смогли набрать. Здесь мало было всяких. Обычно-то и Саныч себе пирожок берет. И еще что-то, что мы видим, то ухватываем. А здесь... Ну, хотя я взял раз, два, три компота, но они маленькие. Маленькие. Да, но 710 это все равно получилось по 350 набратно. Можно было шаву и с пивом еще взять. На тарелке. Да, 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 какую-нибудь здоровую шаву, пиво. А это просто не серьезно. Я бы, наверное, все-таки не советовал нашим дорогим зрителям столовую номер 5. Вообще, блин, номер 1, номер 5, все это на совков рассчитанное. Да, ну да, нумерация вот эта. Да, уже нет никаких номеров. Мы живем в мире рыночной экономики, поэтому... Ну, заодно только холодную картошку. Простите, как мне кажется, нельзя. Типа, это, блин, холодная картошка. Чувак. Ну... Да все. Холодная картошка. Ну, я думаю, ты можешь прорезюмировать. Это все-таки твой канал. Резюме такое. Столовая номер 5. Питерок. Тоже, она не одна, это 7. Я не знаю, они... Это однищики или они просто называют... Или франшизы. Ну, да, да, да. Либо они все разрозненные. Но я бы вам не советовал. Вот с прошлого нашего обзора, где мы были с тарелкой... Да, да. Там много уютней, светлее. Приток, она рядом тут вот. Буквально можно пройти. Прям вот... Там пустынно. Тут больше народу. Вот что удивительно. А люди, знаешь, как им нравится платить за говно. Привыкли? Как говорил Шнур, любит наш народ всякое говно. Да, видишь, как в Советском Союзе. Было одно пиво жигулевское там, несколько... Жигулевское там. Любит народ наш всякое говно. Это еще и Летов говорил. Тоже мне Шнур, вы сейчас все припишут. Шнуров... Да, развезло меня от компот перебродившего. Только, Егор Летов, только... Рекомендуем. Гражданская АБА? Мы рекомендуем. Нет, конечно. Я же заведу. Нет, нет. Все вам слушаю. Дизлайк. Даже за 500 рублей я бы не рекомендовал. Если... Смотри, вот сколько стоит невкусная еда? Нисколько. Если ты себя уважаешь... Ничего. Ничего. Ты ничего не отдай. Вот человек, который себя уважает, а вот хотите невкусный покушек всего за 10 рублей? Нет, не хочу. Я хочу жить счастливо. Невкусно покушать за 20 рублей. Хочу вкусно покушать, да? Хоть за сколько? Ну, это все. Поэтому это вопрос самоуважения, в первую очередь. Да, друзья. А тем временем я напоминаю, что... Еще вопрос самоуважения для вас это подписаться на канал Сан Саныча, на мой канал. Перейти... Там советуем, по трубой. Новый выпуск «Шаверма Патруля» ожидает вас прямо здесь, я думаю, уже прямо сейчас. Кликайте, кликайте, кликайте. Кликайте, переходите, ставьте пальцы вверх, лайки, пишите места, где нам еще снять... Столовку. Столовку, да. А Шаверму под его роликом. Шваки, только от вашей активности зависит, как часто будут выходить эти шоу. Поэтому просим, просим, просим. Лукас, Лукас, Лукас. Все, всем пока-пока и до новых встреч.